В минувшую субботу в парке центрального района Барнаула залили каток, так что те, кто соскучился по этой забаве, добро пожаловать. В центральном парке зимний спортивный сезон открыт, а вот когда в Крыевой столице состоится официальное открытие зимнего сезона, сколько катков и лыжных баз готовятся принять горожан, сколько будет стоить удовольствие покататься на лыжах и коньках, об этом сегодня спросим председателя комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Алексея Каретникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, зима уже, можно сказать, вступила в свои права, снега нынче достаточно, а лыжники-любители ждут, когда откроются лыжные базы? Ну, на самом деле, если мы говорим о зимнем сезоне, то можно, наверное, с уверенностью сказать, что он для тех, кто оборудует лыжные базы, хоккейные коробки, сезон, в принципе, начинается, наверное, в летний-осенний период, когда идет, собственно, подготовка этих объектов для того, чтобы в зимний период и в зимний сезон все любители активного отдыха чувствовали себя комфортно, чтобы инвентарь был в порядке, чтобы трассы были в идеальном состоянии, поэтому такая работа, на самом деле, очень серьезно ведется. Что касается открытия непосредственно зимнего сезона, то здесь, наверное, все это происходит каждым годом, ну, индивидуально, все зависит от того, сколько снега на тот или иной период времени выпадет. Ну, в этом году, на самом деле, уже середина ноября, и можно уже с уверенностью сказать, что зимний сезон, наверное, можно начинать. Но практика показывает, тут уже несколько дней, наверное, самые активные любители лыжных прогулок, лыжных гонок уже пробовали выходить на трассы. Трассы готовят, надо сказать. Зимний сезон для кого-то уже, может быть, и, можно сказать, стартовал. Но в целом, надо говорить, что снежного покрова еще не совсем достаточно, чтобы качественную подготовить площадку, качественную нарезать лыжню для того, чтобы хорошо отдыхать, ну и, собственно, проводить соревнования. Поэтому, тем не менее, снежный покров установился, как я уже сказал, работы ведутся на этих лыжных базах. Ну, ждем немного еще времени для того, чтобы окончательно снежный покров установился, и все любители лыжных гонок и просто любители лыжных прогулок, прогулок по лесу, могли нормально заниматься, нормально кататься. Ну, правильно понимаешь, такого официального открытия, когда объявят все, пожалуйста, на лыжню, не будет? Ну, как такового открытия не будет. Вы заговорили про инвентарь. Достаточно ли его этой зимой? Обновлялся когда он последний раз? Конечно. Как я уже говорил, подготовка к зимнему сезону, она начинается в летний-осенний период. И очень многие лыжные базы, руководители этих объектов проводят ревизию, меняют изношенный, сломанный инвентарь на новый. Если говорить про количественное отношение, да, то, в принципе, на лыж осталось на уровне прошлого года и есть на уровне прошлого года, это порядка трех с половиной тысяч пар лыж. Это как деревянные, детские, так и пластиковые, в том числе автоматы, не автоматы. Поэтому, в принципе, достаточно большое количество на этих лыжных базах инвентаря имеется. Но здесь что можно добавить? Последние, наверное, лет 6-7 очень серьезно жители уделяют внимание приобретению в свою личную собственность лыжного инвентаря. Потому что, ну, наверное, где-то и удобно приехали, чтобы в очереди не стоять, встали около лыжни, ну, той же лыжни здоровья, встали на свои лыжи с семьей, кто-то в одиночку и пошли, собственно говоря, в лес. Поэтому действительно так, магазины в последнее время, как я уже говорил, об этом говорят, что люди приобретают лыжный инвентарь, ну, и не только лыжный. Напомните, пожалуйста, сколько у нас лыжных баз? У нас на территории города Барнова 21 лыжная база. 12 лыжных баз будут работать в зимний период для того, чтобы предоставлять оборудование, инвентарь абсолютно для всех желающих активного образа жизни. Остальные 9 баз, они будут работать на выдачу инвентаря для своих сотрудников, для своих студентов. Ну, это мы сейчас говорим о закрытых лыжных базах и о базах высших учебных, например, заведений, где тренировочный учебный процесс организовывается именно для своих сотрудников и студентов. Давайте поговорим теперь про ледовые площадки. В Центральном парке каток залит. Как дела с другими? Действительно, в Центральном парке в субботу был залит каток. Количество людей, ну, пусть на первый раз было небольшое, но тем не менее. Вообще работа, так же, как и по подготовке лыжных баз, так же и по подготовке катков, она ведется. Сроки устанавливает в зависимости от места расположения каждый свои, да. Ну, например, в парках заливают уже катки. Ну, например, в Орликино начали заливать каток, на стадионе Лабиринт начали заливать каток. Вообще обозначали мы на совещаниях и с руководителями, да, таких вот катков, и с представителями районных администраций обозначили, что до конца ноября, начале декабря, в принципе, катки должны быть залиты. Но, опять же, здесь все индивидуально. Все зависит от того, какая будет температура, низкая или, ну, достаточно приемлемая для того, чтобы эти катки залить. У нас, для сравнения, в прошлом году мы два раза заливали, и потом через две недели шел дождь. Но надеемся, что в этом году те работы, которые были проведены и будут проведены, они напрасно не пройдут. И все-таки температура установится, та, которая необходима, и катки у нас не придется перезаливать. Вообще в городе Барнауле в этом году будет работать 19 катков. Вот, наверное, к сожалению, не будет работать, ну, одно из любимых мест горожан именно для катания на коньках. Это стадион «Локомотив», ну, потому что аварийное помещение просто-напросто из-за того, чтобы предпринять меры безопасности, людей туда нельзя пускать, поэтому каток не будет работать. И также, к сожалению, невостребованным оказался каток на площади Сахарова, вот, и в этом году его также у театра драмы не будет. Но надо сказать, что появятся два новых катка, и эти оба катка появятся не в центральной части города, они появятся один на территории Октябрьского района. Это сквер химиков по улице Титова, 80-я гвардейская дивизия, организационные мероприятия проведены уже, вот, найдены варианты подключения электричества, водоснабжения, ограждения, уборки территории и заливки льда. И также, это на территории Октябрьского района, и также на территории Леньского района, это в районе водяной компании на стадионе, также будет залит каток. Надо сказать, что очень активно в этом направлении ведет себя руководство водяной компании, они откликнулись на предложение помочь в организации этого катка, то есть, ну, водоснабжение будет организовано именно от этой компании, но будут заниматься люди, которые, собственно, и умеют этим заливаться. Что касается ценовой политики по каткам, то она, так же, как и по прокату на лыжи, не изменится, и цена будет варьировать со своими катками, это 50 рублей, 50, 50 рублей, и в прокат коньки будут стоить от 100 до 120, 130 рублей. Поэтому ценовая политика мы стараемся, чтобы не менялась, и чтобы больше жителей и детей, прежде всего, у нас каталось на этих катках. Ну, сейчас многие активно занимаются, в том числе, горными лыжами, сноубордами. А есть ли площадка для них? Да, у нас, наверное, очень интересно, очень хорошее, в городе Барнауле есть место, для этого это горнолыжная база «Авальман», где также уже открыт сезон, и выходные дни минувшие, очень большое количество, я считаю, любителей, активно повторяясь образа жизни, было на этой базе. Прокат, он существует, там ценовая политика также не поменялась, и прокат, ну, до 300 рублей, стоит инвентарь. Вообще, по оборудованию сноубордов, у нас в городе Барнауле, помимо «Авальмана», еще три места, где можно сноуборды взять в прокат. Где, коротко? Лейна-54, например. Это просто, ну... Да, просто прокат оборудования, да. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Ну, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Алексей Каретников, председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула. Редактор субтитров А.Семкин